МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Душевные вечери". Сегодня знакомая вам собеседница Анастасия Швец, уже почти выпускница магистратуры нашего православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Приветствую, Анастасия. Здравствуйте. Очень радостно, что Анастасия, оказавшись теперь в московском образовательном пространстве, богословском, в нашем самом значительном и качественном вузе богословском, не теряет связи с нашей рязанской действительностью. И мы хотели ее просить сегодня вместе с нами побеседовать на очень животрепещущую тему, касающуюся наследия замечательного богослова, святого, о котором уже была речь, даже вместе с ней в этой передаче. Преподобного Иустина Поповича, сербского подвижника, богослова, писателя, святого, которые ужасно своевременно, например, такие обстоятельства побуждают к его личности, к его наследию вернуться как социологическое исследование буквально последних дней по системе ценностей, которую сейчас воспринимают наши современники. И она ужасно опечалила меня. Очень серьезное какое-то исследование социологическое, что относится к пониманию современника, к духовно-растным ценностям, для них основным, базовым. А что вообще для них ценность? Особенно это важно в свете опубликованной в конце прошлого года опубликованного указа президента о сохранении и умножении ценностей, в которых изложение этих ценностей тоже очень своеобразным получилось. Такое оно, скажем, нерелигиозное, мягко говоря, хотя упоминаются религиозные, традиционные для России направления, но ценности прописаны исключительно так в духе эпохи просвещения, который как раз старался всячески отмежеваться от религиозных ценностей, как базовых для страны, для людей, для народа. Так вот, что оказалось по этому опросу? Религиозные ценности считают значимыми или приоритетными 1% нашего народа. Это совершенно справедливое замечание, и я бы сказал, что мы-то чувствуем, сколько насельников какого-нибудь высотного дома посещают в воскресной литургии. Ну вот тебе дом возьми, среднестатистический дом, может быть парочку, сколько живет там, ну пару семей, три семьи где-то неподалеку от храма находящийся высокий дом, курсы, особенно светские. На теологии то спросишь, сколько храм регулярно посещают, исповедуются, причащаются. И на теологии-то не на всяком курсе найдем большинство, а уж вне, на светских направлениях, понятно, может где и найдется, один, два, на каком-то курсе небольшом и вообще не найдется. Так что этот один процент вполне значимый, то есть реальные цифры, думаю, признание людей, что не являются для них религии сформулированные ценности базовыми, приоритетными. Там на самом деле приоритетна, конечно, любовь, но народ не то имеет в виду, что Христос, а имеет в виду романтику, увлечение, горячность, чувств, направленных на объект, собственной восторженности и желание обладания им. Так что даже дети, дети как цель жизни, дети как объект всех ценностных каких-то измерений и усилий наших по их воспитанию, тоже сверхценностью не являются, и, по-моему, меньше 10% на это упомянули. Хотя мы говорим, конечно, как Христос на детей указывает, как и в нашей миссионерской деятельности. Но дети – это все, на них должно быть, по преимуществу, направлены наши усилия, чтобы что-то они за время своего возрастления усвоили. И преподобный Устин как раз по поводу ценностей и их необходимостей, их сознание, народного сознания о своих ценностях писал, как эти труды назывались. О Европе, Азии рассуждал он о русле, о славянстве вообще. И в некоторых трудах особенно ярко опускался в эти изъяснения того, что подлинно необходимо прививать народу как базовые ценности, вне которых и народу-то нет, и славянства нет, и семей нет. Что за это наследие? Какие-то произведения особенно глубоко исчерпывают или, скажем, изучают эту тему у этого святого автора? Евгений Попович вообще очень интересный, в принципе, и автор, и святой, потому что здесь мы видим такое четкое пересечение, сконцентрированное в одной личности и богослова, святого причем, и философа. То есть человек с оксфордским образованием философа. Это человек с таким очень широким взглядом в плане образованности на все вот эти вызовы действительности. То есть это кто-то, кто действительно чувствовал ситуацию, при этом он умирает в конце 1900-х годов. То есть можно сказать, что, в принципе, если не наш современник, то, по крайней мере, очень близко живущий к нам человек, который видел, как зарождалось и реализовывалось то плоды, чего мы черпаем сейчас. И, конечно же, о ценностях, о том, на чем они основываются. Исин Попович пишет во многих своих работах, наверное, почти во всех, кроме каких-то патриотических. Тоже здесь важно отметить, что, наверное, для ряда исследователей он известен как патролог такой, человек, который писал очень много о святых отцах. Но, тем не менее, вот эту отцовскую мудрость, святоотеческую мудрость он реализовывает, применяет и в других работах. Я бы, наверное, выделила «Философские пропасти». Там собраны все его, наверное, такие очень значимые, небольшие какие-то работы, которые где-то публикуются отдельно. И в них Истин Попович очень много пишет о смысле жизни, точнее, его отсутствии в светской действительности, о том, как эти ценности преображаются. Ведь на самом деле, как вы правильно заметили, ценности-то, они сохраняют свое название. Любовь, верность, патриотизм, кто-то даже может сказать. Гуманизм, жизнь. Совершенно верно. То есть слова-то, они остаются. Но какая смысловая нагрузка, какое содержание этих слов. И вот эта секуляризация ценностей, вот это смещение их с базиса, с того, на чем они у нас основываются, из чего они исходят, оно максимально деформирует все вообще сознание человека и, соответственно, все его бытие, которое на этих ценностях основывается. А у него был какой-то прямой оппонент? Ну, как бывает нередко, появляются какие-то богословские труды как ответ, как отповедь каким-то уже свершившимся заявлением, прозвучавшим. Или это просто на запрос времени его? Я бы не сказала, что Истин Попович – это полемист. То есть он, конечно, скорее, если полемист, то полемизирует с вызовами эпохи. И каких-то серьезных оппонентов ему, по крайней мере, в богословском ракурсе не находится. Единственное, я бы сказала, что он очень много критикует западную цивилизацию и католическую церковь. И в католической церкви действительно есть некоторые авторы, которые как-то пытались на вот эту критику конструктивно ответить. И, возможно, это можно как-то назвать критикой, тем не менее она во многом несостоятельна. Потому что Истин Попович, что интересно, он не критикует западную цивилизацию, ее демонизируя. Он находит причину тех ошибок и той дисфункции, которая наличествует, то есть та, которая есть в западной цивилизации, и все. Вот опять же, возвращаясь к разговору о ценностях, они есть в западном мире. Та же самая любовь, да? Согласитесь, это повсюду, в нашем светском пространстве. Но из-за того, что эти ценности алогосные, как пишет Истин Попович, эта любовь, она пуста. Этот смысл жизни, который все ищут, он пуст, его нет. И вот эта дорога, она терниста, темна, именно потому, что нет того, что ее освещает в нашем православном сознании. Да, и он в этом достаточно категоричен, насколько я помню. все то, что без Христа и нечеловечно. Мир светский, мир, оторванный от религиозного сознания, формирует какие-то свои пирамиды, понятия, ценности. Сейчас они действительно нас поражают своей просто неправдоподобной антиномией и подделкой. То есть, то, что вполне плохо и безобразно, как раз устанавливается, как самая настоящая любовь, истина, чистота и порядочность, верх, гуманизм и забота о человеке. А для него очень ярко звучит как раз христоцентричность антропологии. То есть, человек, о человеке мысли, для человека найти обоснование вне Христа совершенно невозможно. Вот это одна из его базовых, кажется, мыслей, которая очень тесно объединяет его, кстати, и с Федором Михайловичем Достоевским, трудом которого он тоже посвящал немало своих произведений, видя в нем, видимо, замечательного соратника и единомышленника, только уже в мире такой чисто художественной литературы, замечательного, вносящего его главную мысль, его проповеди Христа, как единственное оправдание и обоснование жизни человека на Земле. Действительно, этому автору, то есть, Достоевскому, Истин Попович, посвящает очень много как небольших работ, так и системных, и вот этот вот труд его Достоевскому, самый большой и самый, наверное, известный у нас, ну, один из известнейших, по крайней мере, он наполнен таким восхищением и тоже систематизацией автора. Очень интересно, что действительно и Достоевский об этом пишет, и Истин Попович об этом пишет, что светское сознание, оно не является каким-то, так скажем, они его не демонизируют, оно не является каким-то ужасным. Это всё те же самые люди, только потерявшиеся. Это люди, лишённые ориентира. И Достоевский, в принципе, об этом говорит, Истин Попович особенно ярко о том, что, допустим, западная, восточная цивилизация, особенно западная, они ставят во главу угла человека, и человек такой всемогущий, такой гуманистичный, он является краеугольным камнем и главной силой. Но при этом они всё ещё хотят добра, только это добро они нигде не могут найти, потому что источником истины, источником добра, источником хоть какого-то знания и, соответственно, навигатором по пути жизни может быть именно только вот это логосное сознание, то есть Господь. Но, тем не менее, создаёт преподобный Истин какую-то картину систематическую, картину ценностей, ставя в центр бытия человека Христа, его как личность, его как воплощение логоса, его как сострадающего нашим страданием и во всём человека, кроме греха. Но при этом в каких-то категориях общественной жизни появляется у него какая-то схема, система, которую он предлагает реализовывать в воспитании народа. Народ вполне естественно, что, претерпев какие-то катастрофические эпохи, этапы жизни своей, как у нас в XX веке, начало XXI, может быть не носителем этих ценностей, когда насмехаются в духе Достоевского, вернее, не в духе Достоевского, а по букве Достоевского, где же этот народ богоносец, да ещё как вынужденно это было цитировать его в ироничном плане, ещё Булгаков, этот народ богоносец, сочинение господина Достоевского, когда народ пережил такие катаклизмы и катастрофы, можно сказать, и XX века, в нашей стране. Сербия тоже вряд ли была в стране, хотя несколько другим образом страдала. То очевидно, что народ может и перестать быть носителем этих ценностей. Что мы видим из этого социологического опроса последних времён, что теперь вопрос стоит не в том, чтобы соответствовать его запросам, а в том, чтобы понять, по каким пунктам нужно сверху власть придержащим и декларировать те подлинные ценности и воспитывать их в людях, которые действительно таковы, таковыми являются. Да, действительно. На самом деле вот этот опрос очень хорошо показывает всю дисфункцию нашего общества, и, наверное, Анастасия Попович здесь очень сильно огорчилась, потому что очень большое такое внимание его в работах, собственно, занимает проблема панславизма. То есть он говорит о славянской нации, о славянском народе. Вот именно как о особых носителях какой-то и высоты, и культуры, и ценностей. Да. Но он говорит о реальности этого или всё-таки о воспоминаниях об этом, что это было? Он говорит скорее в вопросах, ну, на момент его всё-таки написания, славянские народы не были настолько разрозненными, как мы видим это сейчас, и тогда всё-таки тоже не было настолько серьёзных последствий вот этого вот эпохи релятивизма, эпохи атеизма. Сейчас всё намного хуже, чем было при жизни Устины Поповича, и, собственно, просто это показывает. Главные ценности, о которых Устина Попович пишет, конечно же, алогочное мышление, и здесь вот эти вот религиозные ценности занимают первое место. То есть если человек не ходит в храм, но считает себя верующим в какую-то силу, в какую-то там справедливость, это уже не единомышленник церкви. Я помню, что пункт, который он перечисляет в одном из своих произведений, первым становится вера, как сверхдобродетель, как основание нравственное, вера. Вера, она состояние состояние зрячее, разумное. Вера – это состояние понимающее, символ веры. Вот есть определенные исчисления святыми отцами основных вероучительных понятий, основываясь на которых формируется наше мировоззрение. Да. Вот наш сверхцент. И, конечно же, нужно понимать, что вера без дел мертва. И что вера, она подразумевает участие в жизни церкви, участие… То есть это не так, что вот я прочитал молитвы раз в год под исход, отложил книжечку и вот пошел верить дальше. То есть это, конечно, деятельностная вера. Следующий момент, наверное, то, что, в принципе, исходит от искренней веры, вот эти действия, о которых мы говорим, это любовь и кротость. Для Юстина Поповича смирение человека, оно реализуется на всех этапах его жизни. В детстве, в отношении к учителям, о чем он пишет, к родителям, в семье между супругами, когда речь идет о уже малой такой церкви, только с формирующейся этой ячейки, в государстве, даже о мировой ситуации, когда он говорит об особой роли славян, как проповедников истинной веры. Он говорит о том, что мы идем не из личного эгоизма куда-то и отстаиваем не собственную выгоду, не собственные ценности, но то, о чем говорит нам Христос и то, что соотносится с Словом Господа. Поэтому именно кротость, смирение и любовь для него выступают таким вот особым ключевым камнем преткновения всем для светлых... Или опорой, сказать, для образной жизни и стремление к этому, и культ этого, развитие этого составляет такую прямую государственную задачу, ну, тем более, особенно образовательного процесса. Потому что, конечно, с кротостью сейчас, я думаю, что не здорово в обществе и с проповедью о кротости или систематизации учений о этой добродетели или о том, что следование за Христом и состоит в приобретении духа кротости. Научитесь от меня, как кроток, есть мы смирен сердцем и обрячете покой душам вашим. Очень важным моментом, тоже, о котором нужно сказать, который, наверное, сейчас, к сожалению, заметен в современном обществе, является гордыня. Когда люди идут делать что-то, очень часто в своих поступках они руководствуются за какой-то завышенной самооценкой, говорят таким светским языком, чувством собственной важности и так далее. Стремятся всячески утвердиться в этом максимальном своей значимости для себя и для других. Любите себя, любят интерпретировать слова Христа в любви ближнего, как самого себя. Так ты научись себя любить по-настоящему. Да, да. Это недостаток существенного понимания того, что в данном случае любовь к себе Христос называет просто совокупность попечительных действий относительно самого себя. Положимся спать, когда хочется, изыскиваем пищу, когда голодны, мы кутаемся в необходимые для сохранения от морозов одежи, ищем лекарства. И здесь при болезни, здесь не нужно никакого человека учить ощущать свою рубашку и свое тело близко к самому себе и прилагать без усилий свою волю для того, чтобы дышать кислородом, есть питательное, видеть приятное, общаться с желанными желанными и так далее. Это ума не требует. И учиться любить самого себя вовсе нет необходимости. Но Господь, наоборот, в данном случае напоминает о том, как мы склонны о самих себе заботиться для того, чтобы с этим же лекалом подойти к соседнему, близкому твоему человеку. И быть не столько озабоченным, что я сегодня поем, сколько поинтересоваться, а у тебя-то было чего сегодня на хлеб намазать. Или боль собственная, конечно же, отступает для милосердного по сравнению с болью ближнего, которую он переносит как свою собственную. Так что вот в этих заповедях любви Христовой тайна человеческого возобновления в себе образа и подобия Божия, конечно, находится, но для современника это, конечно, темный лес. Как не сопротивляться к роте? Сейчас на тебе и насядут, да на тебя поедут. Давайте еще не требовать зарплаты соответствующей у шефов, так они вообще платить перестанут, а будут только нагружать, как в Египте, израильтян этими пленфоделанием безмерным и бесконечным. Да, так что интересно, что вот эти обозначаемые преподобным Устином позиции совершенно даже не озвучиваются в обществе. Даже наоборот, наверное, современные, ну, сейчас у нас такой есть культ психологии, я бы сказала, к сожалению, еще в психологии очень многие люди занимаются не с каким-то глубоким хорошим образованием, а вот... Да, я бы сказал, разомен религии сейчас больше йога да психология. Йога для здоровья телесного, психология для здоровья душевного. Путаница ужасная. И вот психология очень многое сейчас исходит от не просто самопознания и самопринятия, а от принятия своей греховности как нормы. И когда мы говорим именно о том, что нам советует Истин Попович, он говорит о том, что нужно всегда понимать, что ты образ, и нужно стремиться к подобию, что нельзя человека воспринимать вот такого, как здесь, сейчас он есть, как здорового человека. Так и есть. Как человека, которому нужно как-то реализовываться. Это нужно воспринимать как материал для становления, то есть для уподобления Господу. И вот здесь смирение и милосердие... А, никак неизбежно. Кстати, милосердие третий пункт, по-моему, в его системе ценностей. Да, прекрасно, потому что именно гордыня, именно греховные средостения в человеческой личности, о чем писал Феофан Затворник, она делает для человека как раз невозможным принять учение о грехе. Может быть, мы даже весь этот второй пункт назвали бы, когда мы говорим о кротости, кротость бывает укающегося. Мы говорим о любви, а любовь тоже тогда, когда изгоняется все-таки из души страсти, тогда является и любовь как основа нашего образа, любовь как союз совершенств, как отражение божественных совершенств в нашей душе. И в этом смысле отчужденность современного общества от осознания себя поврежденными и делает невозможным никакую проповедь подлинной жертвенной любви, кротости. А вот теперь к милосердию. Третий пункт милосердия как наша сверхценность. Базовое как раз предпочитание других себе или сострадание. Умение вникнуть в скорбь ближнего, сделать его как своей собственной. Да, именно воспринятие чужой уязвимости как своей собственной для Юстины Поповича это такой ключ и в принципе к личностному становлению в том числе, потому что наверное, когда мы говорим о любви к Богу для людей выросших в такой атеистической среде, что в принципе наверное для моего поколения это очень заметно, очень чувствуется. Очень сложно понять каково это любить что-то такое трансцендентное, то есть недоступное для познания, что-то такое далекое, существенно. И для людей, которые не имеют соответствующей духовной подготовки для мистического какого-то опыта очень сложно вообще как бы сказать представить, пощупать понять вообще а где же Бог потому что многие люди сейчас приходят в церковь много молодежи любопытные, интересующие это и хорошо в принципе но она приходит в церковь и ничего там не находит она ничего там не чувствует и вот как раз таки Устин Попович говорит о том что вот эта жертвенная любовь это любовь к ближнему принятие слабостей ближнего и наверное как бы больше забыть о себе и вспомнить о другом и о его слабостях о том, что он тоже человек что он тоже немощен является таким путем к спасению и к любви к Богу интересно что вне религиозное это милосердие оно на примере Иоанна Карамазова Иоанна Карамазова о котором как раз немало пишет и рассуждает преподобный Устин очень наглядно где вот этого собственного познания своей поврежденности нет а есть рациональный подход Ивана к мирозданию то там сочувствие невинно обижаемым деткам приводит его в какое-то ну не только к отвержению Бога или как он говорит мира им созданного говорит я не хочу этой всемирной гармонии ценой слез невинных детей говорит ладно те кто уже пожили они как как он там говорит цитирует он Ивана то ли свой динарий получили или испили свою порцию греха то есть есть за что карать а говорит дети-то решительно невинны и вот это милосердие чисто гуманное такое чисто гуманистическое сама как сказать раздрызганность ураненность собственного сердца страдальчество такое как от сострадания появляющиеся даже говорит прости Леша вот я тебя страдать заставляю вот я и сам страдаю вот и вот мира Божьего этого не принимаю и Бог мне такой не нужен в сути дела интересно что вот это милосердие ближнему сострадание подлинное полезное является только тоже в свете веры Христовой вне этих предшествующих первых двух пунктов веры и кротости в связи с признанием своей собственной греховности необходимости исцеления всей человеческой природы Христом и это милосердие оказывается ну как вы сказали в самом начале термин тот же а содержание бывает совсем другое и приводит к противоположным последствиям мало того оно не чувствуется человек ища может быть это милосердие он приходит и в храм Божий и видит что тут вот то что с тебя требуется тут вот пожалуйста можешь воспользоваться такими благами путем собственных усилий над своей собственной поврежденной природой если поврежденность этой природы еще не осознанно то все отвергается и здесь наверное очень важно тоже упомянуть про два типа милосердия скажем так ну если как-то систематизировать а давайте эти два типа милосердия перенесем на следующую встречу с них и начнем потому что сейчас уже время истекает а темы только прибавляются по нашему выбранному автору потому благодарить